В 2016 году в Нинецком округе появилось порядка 100 новых индивидуальных предпринимателей. В регионе появились новые услуги, которые уже пользуются большой популярностью. Кроме большого желания самих предпринимателей, этому способствовали и те меры поддержки, которые существуют в регионе. Об этом мы и поговорим сегодня. Это актуальное интервью. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Сергей Паромов, это начальник отдела развития предпринимательства и Сергей Михайлов, представитель Центра развития бизнеса. Здравствуйте. Порядка 100 новых индивидуальных предпринимателей. Действительно, в регионе и на федеральном уровне, и у нас в регионе существует большое количество мест поддержки предпринимательства. Но сначала хотелось бы поговорить о регистрации. Как стать индивидуальным предпринимателем, как зарегистрироваться? Да, у индивидуального предпринимателя после рождения бизнес-идеи, ее определенной проработки, назревает необходимость пройти государственную регистрацию. Это сделать сейчас достаточно просто и быстро. В течение трех дней в налоговом органе любой предприниматель может зарегистрироваться, либо как индивидуальный предприниматель, либо как ООО, либо иная другая форма. Что касается Ниньского автономного округа, у нас эту услугу можно получить и в МФЦ, и в налоговой напрямую, кому как удобнее. В МФЦ и в налоговой специально установлены компьютеры, то есть заявление можно заполнить прямо на компьютере в офисе. Не надо где-то дома заполнять или искать, где это возможно. Прямо приходим в МФЦ или в налоговую, там заполняем, распечатываем и, соответственно, уже подаем это заявление. Также и оплату госпошлины можно произвести в МФЦ, там есть терминал Сбербанка, рядом размещена инструкция, как это сделать. Почему рекомендуется использовать специальную программу, которая налогово разработана для заполнения заявления? Потому что она проверяет на большую часть ошибок и, соответственно, снижается риск отказа в регистрации из-за каких-то допущенных ошибок. Поэтому приходите в МФЦ, либо в налоговую. Если какие-то вопросы возникают, всегда можно обратиться в Центр развития бизнеса, там ребята в информационно-консультационном отделе всегда подскажут, помогут и расскажут, как сделать это правильно, быстро и без ошибок. То есть никаких особых сложностей? Никаких особых сложностей. Если необходимо, то без проблем ребята сами заполняют в этой программе. Да, просто предприниматель приходит, приносит пакет документов необходимый с собой и вполне ему помогут со всеми этими документами. Главное желание. Да. Поэтому если у кого-то возникли вопросы, по любым темам в сфере предпринимательства всегда в Центр развития бизнеса можно приходить, и там найдет ответы, либо подскажут, где их можно уточнить. Сергей, какие льготы существуют для индивидуальных предпринимателей? Для индивидуальных предпринимателей в Ненецком округе предусмотрены налоговые каникулы в течение двух налоговых периодов. Это впервые зарегистрировавшийся индивидуальный предприниматель может платить, может при выборе упрощенной системы налогообложения, может быть ставка установлена в виде нуля процентов. Но там определен перечень видов деятельности, такие как сельское хозяйство, например, рыболовство, рыбоводство. Более подробно можно посмотреть в законе округа 55 ОЗ и выбрать для себя подходящую ставку по ОСН 0%, если вы попадаете по видам деятельности. Для действующих предпринимателей у нас также предусмотрено 20 окружным законом сниженные налоговые ставки. То есть вместо 15%, например, мы можем платить по ОСН 10%, вместо 6% мы можем платить и 3%. То есть закон округа 20 ОЗ это позволяет сделать, это максимально возможные сниженные ставки, которые могут быть. И, соответственно, призываем предпринимателей перед тем, как выбирать для себя систему налогообложения, обратиться к этим законам, либо обратиться к нам и мы подскажем, как можно сэкономить дополнительные средства по уплате налогов в части выбора ОСН с наименьшей ставкой. Также для начинающих предпринимателей у нас предусмотрена такая имущественная поддержка, как бизнес-инкубатор. В нем оказывается широкий комплекс услуг от информационного сопровождения до предоставления в аренду площадей по сниженным ставкам. То есть предприниматель в первый год работы и нахождение в бизнес-инкубаторе может платить 360 рублей за квадратный метр в месяц, в то время как цена по городу колеблется от 700 рублей до 1200. И мало того, что он там за льготную аренду получает, он там еще и весь спектр услуг может получить. И лизинг, и микрофинансирование, гарантирование, какие-то консультационные вопросы. Часто проводятся мероприятия различные для предпринимателей на базе бизнес-инкубатора. Поэтому можно заявиться для участия в конкурсе и, соответственно, получить место в бизнес-инкубаторе. Сейчас на самом деле идет конкурс, как раз отбор. Поэтому можно представить документы и получить кабинет по льготной цене и окруженный заботой и теплом. Я знаю, что уже получили, да, такие кабинеты уже работают. Еще немаловажным фактором является то, что предпринимателям надо нести расходы на мебель. То есть там в бизнес-инкубаторе весь кабинет полностью мебелирован. То есть только принести с собой ноутбук и работать. Как практика показывает, у вас уже есть предприниматели, которые работают в бизнес-инкубаторе, часто к вам обращаются, часто оказывают им поддержку. Мы находимся все на одном этаже, поэтому, по сути дела, мы работаем воедино все вместе. То есть нет такого, что раз в неделю обрати. Есть постоянный диалог, постоянная какая-то работа с данными предпринимателями в плане консультаций и в плане различных мероприятий. Мнений предпринимателей тоже часто с ними общаемся. То есть мы постоянно вместе. А сколько осталось мест? Порядка 11 мест, по-моему, там еще для 11 субъектов МСП, то есть четверо сейчас размещены, еще 11 субъектов вполне могут заселиться. Но хотелось бы обратить внимание, что те, кто уже почувствовал поддержку в виде бизнес-инкубатора, они уже нам начинают задавать вопросы, а нельзя ли нам расширить площадь и занять побольше. Поэтому, если есть желающие, то пусть подают документы и участвуют в конкурсе, и размещаются в бизнес-инкубаторе в дальнейшем. А расширяться можно? Не один кабинет занятий? Да, конечно. Порядком предоставления площадей предусмотрено, что если есть свободные площади и предприниматель заявляет о том, что необходимо расширение, то данный вопрос может быть рассмотрен. Соответственно, ему могут предоставиться более большие площади. Но там срок пребывания в бизнес-инкубаторе ограничен. Срок пребывания ограничен тремя годами, и постепенно с первого года, это значит, получается, 40% платит, это 360 рублей, и второй год это 60% платит, и третий 80%. То есть это сделано для того, чтобы готовить предпринимателя уже к более рыночным условиям. То есть, по идее, после третьего года он уже хорошо стоит на ногах и может уже на рыночную аренду выходить, если необходимо ему это. То есть бизнес-инкубатор — это в основном нацелен на начинающих предпринимателей, которым в первые годы несут большие очень затраты, и, соответственно, им необходима поддержка. Ну, тут совершенно недавно появился бизнес-инкубатор, но мы можем сегодня уже говорить о какой-то оценке дать, как опыт положительный. Ну, опыт положительный, потому что изначально и предпринимательские сообщества об этом говорили, что необходимо создать бизнес-инкубатор, и в том году было руководством округа принято это решение о создании такого вида поддержки инфраструктурной, как бизнес-инкубатор, и советскими усилиями был этот проект реализован. Центр развития бизнеса стал оператором этого бизнес-инкубатора и теперь помогает предпринимателям развиваться и поменьше думать о затратах на аренду и помощи консультационной и различной другой. Просто это весь комплекс поддержки. То есть самое сложное, что для предпринимателя, это начинать бизнес с арендованных платежей и кредитов. Вот это два самого таких фактора, которые в начальной стадии губят предпринимательство. Чтобы это компенсировать, вот есть бизнес-инкубатор, дешёвые аренды, то есть уже расходы снижены, то есть человек может направить деньги свободные, товарооборот, расширить свой ассортимент. И также те же самые дешёвые кредиты, это выдача микрозаймов, то есть под 6, под 7, под 8 годовых, это тоже снижает финансовую нагрузку на предпринимателя. И таким образом у предпринимателя высвобождаются деньги, он либо расширяет ассортимент, либо, я не знаю, увеличивает и привлекает какого-то более специалиста, квалифицированного. Поэтому эта поддержка очень хорошая. Какая ещё поддержка есть для наших предпринимателей? Для наших предпринимателей на старте это, конечно, гранты есть. Потому что есть много идей, есть много у нас в округе талантливых людей, у которых появляются бизнес-планы, и они хотят их реализовать. То есть для поддержки есть такая система грантов у нас, которую мы предоставляем от 500 тысяч до миллиона рублей, может быть предоставлена предпринимателям. А в том году 14 предпринимателей у нас получили данную меру поддержки. И, конечно, мы благодарны, во-первых, предпринимателям за то, что они приходят со своими идеями, а у нас есть возможность их поддержать. Потому что всё равно мы понимаем, что это основная масса всех проблем на плечах предпринимателей. Мы только оказываем лишь помощь в виде гранта. Вот и в этом году данная поддержка будет продолжена, конечно. Планируем в марте объявить конкурс грантов, в связи с чем призываем уже тех, кто бы хотел поучаствовать, начинать готовить необходимые пакеты документов во взаимодействии с Центром развития бизнеса. Ребята подскажут, как правильно, реалистично составить бизнес-план, просчитать финансовую модель и посмотреть, получится ли этот бизнес на территории округа для его дальнейшего развития и масштабирования. Поэтому призываем уже всех сейчас обращаться и начинать работу над своими бизнес-планами. Какой фонд у конкурса? В этом году на данный момент фонд составляет 3 миллиона рублей. Это мы планируем в марте разыграть. В дальнейшем мы будем ещё рассматривать вопрос о, возможно, ещё одном конкурсе грантов. То есть в марте 3 миллиона рублей мы думаем, что предоставим нашим начинающим предпринимателям для реализации их идей, притворения в жизнь. Сергей, какие ещё услуги может получить, какую поддержку может получить предприниматель в Центре развития бизнеса? Смотрите, помимо грантов, субсидий, мы неоднократно уже разговаривали, что действует в округе программа по микрофинансированию и поручительству. По программе микрофинансирования, в принципе, предприниматели уже узнали, поняли, то есть она активно пользуется спросом, и предприниматели, ну, 99,9% все довольны. Вот, сейчас же в 2017 году активно востребована стала программа поручительства. То есть это касается тех предпринимателей, у кого недостаточно залогового обеспечения при получении кредитов в банке. Вот, ранее мы говорили, что фонд ограничен деньгами и лимитом, то есть, да, за определённую сумму. Раньше было только миллион рублей, на что он может поручиться, что было не очень удобно для предпринимателей, потому что кредиты они в основном берут там 5-7 миллионов, 10-15. С Нового года корпорацией малого и среднего предпринимательства введена у нас единая национальная гарантийная система, которая действует по всей России. И сейчас, по факту, для предпринимателей неважно, сколько лимит у фонда, потому что дальнейшее поручительство и увеличение суммы поручительства решается на уровне федеральном. То есть поручается фонд, поручается банк МСП, и предприниматель также не работает по пакету документов с фондом либо с банком МСП, он работает только со своим банком, где он берёт кредит. Дальше уже всё отрабатывает сам Центр развития бизнеса и сам банк МСП. Поэтому, когда это ввели с Нового года, поддержка поручительства фонда стала намного востребованной. Вот уже, если взять с начала года, январь можно не считать, порядка 4-5 заявок нам уже поступило, которые мы отрабатываем. И часть уже обработана, сейчас ждём подписания договоров. Вот. Поэтому хотелось бы предприниматель нацелить на то, что, не взирая на сумму объёма фонда и возможностей для предпринимателей, всегда есть возможность получить поручительство в любом объёме. Это самая такая основная поддержка, потому что взять кредит без залога в банке очень сложно. Ну, практически невозможно. Не считая там каких-то маленьких программ на доверие и скоринговых программ. Вот. Это основная поддержка. Также ещё есть поддержка на уровне федеральном, это предоставление кредитов по льготной ставке. То есть есть такая называемая программа 6,5. Что это такое вкратце? Клиент обращается в банк за кредитом. Банк – это партнёры. Но в нашем округе все банки являются партнёрами по данной корпорации. Единственное, это ВТБ, открытие, Сбербанк. ВТБ-24 тоже. Вот. Клиент обращается в банк за инвестиционным кредитом. По данной программе у клиента будет ставка составлять от 9,6% годовых до 10,6%, в зависимости, какой у него вид бизнеса. То ли это малый бизнес, то ли это средний бизнес. Вот. Сумма там составляет от 10 миллионов рублей. То есть это более такие инвестиционные, крупные кредиты. Но это очень, как сказать, удобно и дёжево, потому что средний кредит сейчас в банке инвестиционный начинается от 13 и заканчивается 16%. А здесь есть возможность под 10% годовых. Вот. Поэтому это тоже является такой, как бы, поддержкой дешёвыми ресурсами при начальной стадии бизнеса, при кредитовании. Вот. Если более детально, потому что, ну, там есть спектр, там определённые виды услуги, которые поддерживаются. Конечно, если предприниматель это заинтересует, лучше прийти в Центр развития бизнеса. Мы сядем уже, детально разберём его бизнес, детально уже расскажем, какой порядок, какой пакет документов подаётся. Вот. Потому что при данном кредитовании задействован и банк-партнёр, и сама корпорация, и как Центр развития бизнеса, который помогает готовить пакет документов для решения той или иной задачи. Вот. Данная программа действует по России, причём активно действует. И с помощью данной программы, там, конечно, большие суммы берутся кредитов, реализуются крупные проекты. Вот. Ранее была сумма от 50 миллионов рублей, то есть минимальная сумма с заявкой. Сейчас пошли, как бы, на встречу, и эту планку опустили до 10 миллионов рублей. Поэтому все предприниматели, которые желают получить данный вид поддержки, тоже могут влачать в Центр развития бизнеса. На вот эти виды поддержки, гранты могут претендовать все предприниматели, независимо от видов деятельности? Нет, зависимо. Сейчас скажу. Всё, что касается государственной меры поддержки, неважно это гранты, субсидии, поручительства, микрозаймы, не поддерживаются все подакцизные виды деятельности. То есть, если у предпринимателя вид деятельности связан с подакцизными видами товаров, скажу больше, даже если в выписке открыт АКВЭД, а он не ведёт данную деятельность, надо убирать данный АКВЭД и переводить в соответствие свою выписку с фактическим видом деятельности. Для больной наглядности я назову основные такие АКВЭДы, которые мешают получить господдержку, это наличие фразы, связанных с нефтепереработкой, ГСМ, смазочные материалы, табак, алкоголь, продажа легковых автомобилей, мотоциклов. То есть, это основные такие моменты, которые как камни преткновения идут. Зачастую предприниматели при открытии своего ИП либо ООО вписывают все АКВЭДы, не глядя, нужны они, не нужны, они им не мешают, бесплатно всё делается и работают. Но когда они сталкиваются с тем, чтобы получить какой-то вид поддержки, приходится убирать. Убирать это несложно. То есть, это делается заявление в налоговую, в течение трёх дней данные АКВЭДы убирают. С сайта всё это распечатывается, выписка обновлённая, и добро пожаловать за господдержкой. То есть, в этом нет такой безумной проблемы, просто заранее надо за тысячу дня подготовиться. Но это при условии того, что действительно эта деятельность не осуществляется. Да, это именно есть не осуществляющая деятельность. Что АКВЭД был просто вписан и висел мертвым грузом, грубо говоря. А если это деятельность не осуществляется, то, к сожалению, поддержка невозможна. Потому что понимание Минэконом России такое, что кто занимается под активными видами деятельности, у того бизнес высокомаржинальный. Поэтому в господдержке не нуждается. Соответственно, устанавливаются определённые приоритеты для поддержки. Допустим, в Ненецком округе мы ещё реализуем стандарт конкуренции, в котором указаны рынки, приоритетные для поддержки. Соответственно, всегда при той или иной поддержке стараемся обращать внимание на те сферы, в которых конкуренция малоразвита. Потому что всё-таки развитие предпринимательства, оно идёт для того, чтобы наши жители получали более широкий спектр услуг на более выгодных условиях. Поэтому всегда обращаем внимание на те рынки, которые необходимо нам развивать. В прошлом году, в 2016 году особое внимание было уделено рынку медицинских услуг. У нас открылось несколько медицинских организаций. Они были в том числе поддержаны. И предпринимателям спасибо за активную деятельность в этом направлении. То есть в этом году также будет уделяться внимание и различным видам бизнеса, связанным с развлечением детей, с обучением детей, с образованием, с сельским хозяйством, с социальными услугами. То есть необходимо при разработке и при организации своей бизнес-идеи учитывать, много ли или мало на территории округа определенного вида услуг, либо оказывать эту же услугу, но в каком-то новом качественном формате. Тогда шансы увеличиваются на государственную поддержку. И на что хотелось бы еще обратить предпринимателей, что сейчас с 1 августа на налоговый введен единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Если раньше предприниматель заявлялся на господдержку и своим заявлением подтверждал, что он относится к субъекту МСП, то теперь все это делается в электронном виде. Если ты подаешься на какую-либо поддержку, ты должен быть в этом едином реестре, иначе ты не имеешь права презентовать, потому что ты не относишься к субъектам МСП. И в связи с чем рекомендуем всем предпринимателям зайти на сайт налоговый, ну либо в поиске вбить единый реестр МСП, он сразу высветится и там найти себя. Если вдруг себя там не обнаружили, то можно в налоговый обратиться и уточнить данные, почему нет в реестре, что надо сделать, чтобы попасть. Обычно в реестр не попадают в связи с тем, что не предоставили какой-либо отчет. Либо по средней численности, либо по оборотам. Это в принципе в налоговый разрешается, и субъект МСП добавляется в этот реестр. И тогда он может вполне претендовать на всю поддержку. Сейчас это стало гораздо проще. Поэтому этому стоит уделить внимание, зайти и посмотреть, есть ли вы там, если планируете подаваться на поддержку. Ну и также по вопросам поддержки, конечно, необходимо, чтобы у субъекта МСП не было задолженности ни в налоговую, ни в пенсионной. Поэтому тоже при подаче документов лучше это проверить, чтобы не случился казус, что вроде все документы в порядке, но в связи с наличием задолженности придется отказать. Поэтому предварительно можно проверить. Тем более сейчас все в электронном виде. Это возможно сделать. И тогда уже полный пакет документов, в котором содержится необходимая информация и отсутствует задолженности, подавать и получать поддержку государственную. Вот такие рекомендации. Сергей, вот вы уже перечислили детские развлечения, образование, социалка. Это вот те ниши, которые еще можно заполнить, которые не охвачены. Это те ниши, да, которые охвачены. Хотелось бы узнать, что у нас еще не охвачены. Да, да, не так активно, так скажем, они охвачены, потому что у нас необходимо развивать и дошкольное образование, и дополнительное образование, именно частное, я имею в виду, чтобы у граждан был выбор идти сегодня в государственное учреждение, либо идти к предпринимателю. То есть мы должны им создавать возможность вот этого выбора определяться с местом, с удобством, с дополнительными какими-то услугами или еще чем-то другим. Соответственно, мы стараемся в этих сферах наращивать количество предпринимателей для того, чтобы жители могли для своих детей выбирать наиболее удобные подходящие услуги. Я хотел еще, знаете, продолжить по поводу реестра с регионом. Когда с предпринимателями работаем, зачастую обращаются внимание, что предприниматель, он нацелит зарабатывать деньги, и сталкиваются реальные предприниматели, часть, с проблемами поиска на сайте какой-то информации, либо введения учета в каком-то реестре. Это сложно, поэтому в плане проверить себя по реестру, в принципе, это можно даже сделать в Центре развития бизнеса в телефонном режиме. То есть достаточно позвонить в Центр развития бизнеса, продиктовать свой ИНН, и Центр развития бизнеса, если есть доступ у него к этому реестру, просмотрит и скажет, в списке он в реестре в этом или не в списке. Если в списке, то все без проблем. Добро пожаловать за поддержкой. Да, добро пожаловать за поддержкой. Если же нужна распечатка и подтверждение, что в списке, надо не только позвонить, а подъехать в фонд, либо по телефону продиктовать свою электронную почту, в Центре развития бизнеса распечатку сделают и вышлют на электронную почту. То есть все настолько в онлайн-режиме, что сложно предпринимателем порой заниматься. Да, есть несколько информационных систем существует, и переключаться между ними не всегда удобно. Поэтому, как уже говорили, по всем, по любым вопросам от мелких до глобальных всегда в Центр развития бизнеса можно обратиться, там подскажут, помогут и направят на нужный сайт или сами выгрузят и отправят по электронной почте. С этим нет проблем, всегда добро пожаловать, дверь открыта. Я хочу вот что спросить, как сегодня себя чувствует бизнес? Прошлый год был тяжелый, этот только начался, но тем не менее, вот какой-то, может быть, подвести итог прошлого года и вот наметить тенденции на этот? Бизнесу никогда легко не бывает, на то он и бизнес, это определенные риски, это риски своими деньгами, риски своим временем. Вот, всегда он сложный, и может, для какого-то предпринимателя этот год был легкий, а следующий тяжелый, для кого-то наоборот. Но если взять это глобально в целом, то мне кажется, что 2017 год, он немножко раскручивается с тем 2016 годом по сравнению. А так, ну что, даже не могу ничего прокомментировать. Ну, конечно, тут сложно сказать. Встречаясь с предпринимателями, они, конечно, говорят о снижении спроса небольшого в связи с экономическими ситуациями в стране. Но, тем не менее, они настроены, конечно, позитивно и продолжают свою деятельность, свою работу. Но, как правильно сказал Сергей, что предпринимательство это все-таки такие высокие риски, и легко не бывает никогда. А мы можем просто им помочь в какой-то ситуации для того, чтобы их поддержать, либо, может быть, открыть какие-то новые направления, либо предоставлять услугу гражданам какую-то новую. То есть, ну, сложность введения предпринимательства – это однозначно. Потому что огромная ответственность, огромные риски за себя, за людей, за принадлежащее имущество, за финансовые потоки. То есть тут надо понимать, что не бывает такого, что я зарегистрировался, стал индивидуальным предпринимателем, сел дома на диван, и мне на карточку стали посыпались. К сожалению, пока такая функция не предусмотрена. Поэтому всем предпринимателям вынуждены… Не вынуждены, а им нравится, и необходимо. Они активно ведут свою работу, активно ведут свою деятельность, привлекают новых покупателей, открывают новые направления для того, чтобы действительно получать удовольствие и вознаграждение за свою работу. Это действительно тяжелый труд, потому что необходимо много знать и уметь для того, чтобы вести предпринимательскую деятельность. Ну, отрадно ещё и то, что есть такая поддержка буквально в ручном режиме. Позвонить, спросить, прийти. Да, наш округ, он тем и отличается, что мы тут все в доступности, вот вытянутой руки, можно сказать, да, всегда можно приехать и позвонить, и написать на электронную почту просто. Мы стараемся делать это всё в оперативном режиме, то есть если поступают запросы, сразу же привлекать те стороны, которые необходимо участвовать в процессе и давать какой-то ответ предпринимателю или стараться решить его проблему. В этом плане округ, конечно, особая территория, где тебе уделят столько внимания, сколько нужно, и постараются сделать максимум для каждого. У нас нет каких-то отборов, каждый, кто пришёл, получает поддержку. Я благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам в студию. Хочется пожелать удачи всем, кто хочет заняться каким-либо видом бизнеса, и welcome в Центр развития бизнеса. Всегда ждём, да, по всем вопросам, любым финансовым, не финансовым, административным, пожалуйста, приходите с идеями, готовы реализовывать, браться и помогать. Спасибо. Это было актуальное интервью, увидимся.